В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Весенний призыв. 50 саровчан готовятся пополнить ряды вооруженных сил. Учитель года 2019. Подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства. Автор проекта Народный карнавал. В художественной галерее прошла встреча в рамках городского фестиваля моды и красоты. Далее расскажем обо всем подробно. 1 апреля по всей стране стартовал весенний призыв ряды вооруженных сил России. В течение трех месяцев юноша, состоящий на воинском учете, проходит медкомиссию. По результатам обследования призывник получает категорию годности, на основании которой выносится решение о возможности службы в армии. Этой весной ряды вооруженных сил нашей страны пополнят около 50 саровчан. Чтобы еще в момент призыва узнать, в какой род войск лучше определить призывника, как сделать так, чтобы он избежал конфликтов на месте службы, много лет назад был создан комплекс психологических тестов. Тест в основном профориентационный, но также есть вопросы на нервно-психическую устойчивость, для того, чтобы предотвратить различные ЧП в частях, и также по показаниям для консультации психиатра, если это необходимо. Именно по результатам теста призывная комиссия принимает решение о зачислении будущего солдата в научную роту или в элитные рода войск. Сергей Достолев по объективным причинам служить не пойдет. Но если бы все сложилось иначе, косить от армии не стал бы. Во-первых, это уже немного. Один год всего лишь отслужил, и все, ты свободен. Делал, что хочешь по жизни. Ничего страшного в одном году нет. Всего из СРО в этот призыв отдавать долг родине отправится около 50 молодых людей. По словам сотрудников военкомата, служить ребята будут и в частях Нацгвардии, и в пехоте, и в частях РВСН, и многих других. О судьбе тех, кто же этим летом отправится к местам несения службы, родные смогут узнать, обратившись в военкомат. Первое, через неделю примерно после того, как призвали ребят, у нас появляются списки, куда, в какие части конкретно ребята попали. Эту информацию можно у нас получить. Там есть контактные телефоны, они могут созвониться с командирами части или с дежурными и узнать интересующую их информацию. По словам сотрудников военкомата, этот призыв показал, что в общем и целом здоровье будущих защитников Родины лучше, чем в прошлые годы. Процент тех, кто отправляется в ряды вооруженных сил добровольно и осознанно, становится выше. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, СРО в 24. Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что в апреле в области зарегистрирован первый случай укуса клеща в этом году. С 1 марта проводится еженедельный мониторинг активности клещей и инфекций, передающихся через их укусы. В учреждениях Роспотребнадзора открыты пункты по приему и проведению исследований этих насекомых на предмет наличия вирусного энцефалита, боррелиоза и других инфекций. Зима окончательно отступила. Столбики уличных термометров повышаются с каждым днем. Одними из первых выходят из спячки иксодовые клещи. Они начинают активизироваться при устойчивой температуре воздуха плюс 10 градусов. Крошечные насекомые зачастую становятся переносчиками опасных заболеваний. Иксодовые клещи передают такие инфекционные заболевания, как клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, тулеремия, эрлихиоз, анаплазмоз и многие другие. На территории Сарова специалисты фиксируют только клещевой боррелиоз. Эта бактериальная инфекция успешно лечит с антибиотиками. Но чтобы не стать жертвой опасных насекомых, перед посещением леса нужно правильно подобрать одежду. Необходимо иметь длинный рукав, рубашки или куртки, и манжеты должны плотно прилегать к телу. Брюки по возможности нужно заправить в сапоги или носки. Одежду лучше выбирать однотонных и светлых тонов. Дополнительным средством защиты от укусов служат различные отпугивающие спреи и лосьоны. Репелленты обладают специфическим запахом. К тому же обработанная таким образом ткань сохраняет свои свойства несколько дней. В нашем городе клещей на наличие антигенов не исследуют. Прием насекомых на такой анализ проводится в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Нижнем Новгороде. Елена Грецкова, Константин Островский, Владимир Листик, Служба новостей, Саров, 24. В России отменены бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования. Теперь гражданам будут открывать номер лицевого счета, по которому можно получить все необходимые услуги, как государственные, так и муниципальные. Справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении пенсионного фонда. Ранее выданные бумажные свидетельства останутся действительными. Другая важная информация в подборке коротких новостей. У Саровчан будет возможность лично побеседовать с депутатом Государственной Думы. В субботу, 6 апреля, наш город посетит член фракции ЛДПР Александр Курдюмов, который проведет в Сарове личный прием граждан. Встреча пройдет в молодежном центре на улице Куйбышева, начало в 11 часов. В предварительной запись по телефону 3-11-00. Приглашаются все желающие. В клинической больнице номер 50 рассказали о новом способе защитить своего ребенка. По словам медиков, сейчас в детской поликлинике имеется возможность привить детей в возрасте до 5 лет бесплатной вакциной против гемофильной инфекции. Для получения приемки необходимо обращаться к участковому врачу-педиатру. Стартовал всероссийский конкурс «Слава Созидателям-2019». В этом году он проходит в новом творческом формате. Вместо съемки видеороликов, школьникам предлагается написать сочинение на одну из трех тем. Вклад «Моей семьи» в создание атомной отрасли, «Слава Созидателям атомной отрасли» и о Созидателях атомного ледокольного флота. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно получить специальный бланк своей школе, написать сочинение и сдать его на проверку не позднее 11 мая. Более подробно о конкурсе «Слава Созидателям» можно узнать на официальном сайте проекта. Подведены итоги финального этапа городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2019». Претенденты на победу представили визитную карточку педагога, провели мастер-класс с залом, поделились своим взглядом на актуальные вопросы современного образования, а также продемонстрировали творческие способности. О том, кто стал учителем года-2019, расскажем в следующем репортаже. Несмотря на то, что в городском конкурсе «Учитель года» всего две участницы, конкуренция здесь нешуточная. Каждый из педагогов достойна почетного звания. И женщины доказали это на пути к финалу. В рамках заочного этапа Марина Кудряшова и Наталья Цветкова продемонстрировали не только профессиональные навыки, но и творческие способности. Это был заочный этап, он оценен экспертной группой. Вот уже подсчитаны все баллы, но они будут озвучены уже в конце нашей сегодняшней процедуры, потому что участникам предстоит пройти еще три конкурса. Участницы показывали визитную карточку, проводили с аудиторией мастер-класса и отвечали на сложные вопросы жюри. По итогам конкурса победителем стала учитель географии лицея номер 15 Наталья Цветкова. Наталья признается, что конкурс уготовила серьезно. Читала образовательную литературу, разрабатывала авторскую презентацию и готовила мастер-класс по географии. Естественно, это очень волнительно, потому что тебя оценивают коллеги, которые сами работают в школе и знают не понаслышке о проблемах, о том, как можно организовать образование, построить урок и какую-то другую деятельность воспитательную организовать. Поэтому это всегда очень ответственно. Лауреатом конкурса «Учитель года-2019» стала преподаватель русского языка и литературы школы номер 14 Марина Кудряшова. До победы ей не хватило несколько баллов. Моя работа оценена тоже по достоинству. Все-таки я лауреат, это тоже немаловажно. И учитывая, сколько учителей принимает участие в этом городском конкурсе, поэтому все хорошо. Участницам финала городского конкурса вручили дипломы и ценные подарки. Фотография победителя появится на доске почета на площади Ленина. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. В художественной галерее прошла встреча с московским театральным художником Ириной Гончаровой. Визит мастера модных дефиле стал первым событием в рамках городского народного фестиваля моды и красоты. Дизайнер рассказала саровчанам о своих проектах и презентовала проект «Народный канавал», в котором уже приняли участие сотни мастеров и тысячи моделей из 15 городов России. В этом году к модному шествию присоединится и наш город. Деточка, потенциала я не вижу. Выбери себе, пожалуйста, другую профессию. Эти слова Ирина Гончарова услышала в свое время от Вячеслава Зайцева, когда пришла поступать в текстильный институт. Было обидно, но характер не позволил ей пустить руки. Ирина решила добиться своей цели и стать дизайнером одежды. Я докажу, я докажу, что как же вы ошибаетесь, Вячеслав Михайлович. Знакомство саровчан с театральным художником началось с рассказа о жизненном пути, о трудностях, которые пришлось преодолевать, неугасаемом желании шить и радовать своим творчеством окружающих. Ирина Гончарова работала портнихой и художником по костюмам в театрах у Марка Розовского, Романа Виктюка, Евгения Петросяна. Попутно участвовала в различных конкурсах дизайнеров. Это была фантастическая школа, которая научила меня всему шить за один день 15 костюмов, из рыночной торговки делать тонную бабу с собачкой, придумывать какой-то смешной, гротесный образ. Несколько лет назад Ирина придумала фестиваль «Народный карнавал» и провела такие самобытные шоу в 15 российских городах. То, каким возможно будет фестиваль моды и красоты в нашем городе, наглядно продемонстрировали видеоролики с прошедших мероприятий. Также на творческой встрече посетители увидели две коллекции шляпок Ирины Гончаровой. А самые смелые зрителицы попробовали себя в качестве народных моделей и примерили авторские наряды. Взгляд рассеянный, губы расслаблены. Саленый ведро, понеслись вперед. После небольшого мастер-класса по подиумной походке саровчанки продемонстрировали дизайнерские костюмы. И женщины, которые, возможно, впервые выступали в роли моделей, получили огромный заряд положительных эмоций. Получился проход под музыку. Замечательно. Мы же все женщины. «Народный карнавал» пройдет в Сарове в рамках празднования Дня города в июне. И творческая встреча с Ириной Гончаровой дала старт подготовки к предстоящему модному шоу. Всю актуальную информацию о фестивале моды и красоты и новых встречах с известными дизайнерами можно узнать на сайте «Арт Саров». Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В Волгограде завершилось первенство России по рукопашному бою, в котором приняли участие более тысячи спортсменов из 55 регионов страны. Наш город на соревнованиях представили двое воспитанников «Дюз Шикар». По итогам первенства Андрей Малыгин завоевал серебро в своей весовой категории и получил путевку на первенство «Азии среди юношей», которое пройдет в июне этого года. Подробности далее. Чтобы попасть на всероссийские соревнования по рукопашному бою, Андрею Малыгину предстояло пройти несколько этапов отбора. Сначала он показал отличный результат на областных соревнованиях в Нижнем Новгороде, после на первенстве России в Уфе, где выполнил разряд кандидатов в мастера спорта. «Соревнования проводились около четырех дней. Наш год, 16-17, в котором мы как раз перешел только что, мы выступали в самый последний день соревнований, у нас были самые последние бои». В своей возрастной категории молодой человек встретился с пятью борцами. Справиться с четырьмя соперниками Андрею удалось легко, а вот последнему он уступил в схватке. По итогам турнира в весовой категории свыше 75 килограммов Андрей занял второе место. «Этому парню я проигрываю в второй раз. Он двукратный чемпион мира. В том году я проиграл в Ростове, тоже на чемпионате России, тоже в финале. Ну, соперники были все достойные, очень сильные. То есть было интересно, было интересно побороться с ними». Во всероссийском турнире по рукопашному бою приняло участие более тысячи спортсменов из 55 регионов страны. Наш город на соревнованиях представили два борца. Ребят подготовил тренер спортивной школы «ИКАР» Валерий Трубин. «Достижения все способствуют тому, чтобы занимаются они, чтобы достичь каких-то успехов. Поэтому и отбор шел сейчас очень жесткий, конечно. Сейчас в Волгограде был жесткий отбор». В мае Андрей Малыгин отправится защищать честь нашей страны на первенство Евразии по рукопашному бою. Лучшее средство в профилактике простуд и вирусных заболеваний – мед. Об этом знали еще древние мудрецы. Полезное лакомство как лекарство используют уже много веков. И при этом мед еще и очень вкусный. Тем более, когда есть из чего выбрать. В Центре культуры «Досуга внеф» начинает работу выставка «Медовая феерия», на которой традиционно представлены десятки сортов меда. Темный и светлый, чистый и с натуральными добавками, но любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда вы найдете в Центре культуры «Досуга внеф». С 5 по 9 апреля там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще, любимый многими, хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. И мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. На ярмарке медовой феерии вам предложат и сами продукты пчеловодства. Перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично. И остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите. Ярмарка медовой феерии работает в Центре культуры и досуга с 5 по 9 апреля с 10 утра до 7 вечера. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова